Фёдор Сыпанович, здравствуйте! Вы завтрашние газеты читали? Гидроимпериализм опять подымает голову! Обруби чупальца пентагоновским ястребом! Начинается наш журнал, как правило, с сенсацией. Крупные заголовки из последнего номера. В Санкт-Петербурге полиция ищет хулигана, написавшего на тротуаре перед налоговой. С добрым утром, любимая! Суперсенсация! Энергосберегающие лампочки не застревают во рту. Житель Екатеринбурга завещал свою ипотеку краеведческому музею. Россия оказалась готова понять, простить и принять чемпионат мира по футболу 2018 года. В Эрмитаже найдена неизвестная Каляка Малевича. Парашютист струхнул с высоты 2 километра. Женщина сделала мужчине предложение, от которого он не смог. Прошедшей зимой в Нарьянмаре писающий мальчик спас мальчика, лизнувшего качели. 60% женщин имитируют мытье полов. 100% российских мужчин верят порнофильмам. 40% женщин измеряют своим мужьям. 70% женщин не доверяют напольным весам. 30% вегетарианцев не едят мясо. 75% женщин не едят после 6-ти рюмочек. А тем более после 18-ти. Ну и наконец, 100% россиян поздравляют Юрия Николаевича Гальцева с днем рождения! Ну а заканчивается наш журнал, как правило, рекламными объявлениями. Несколько коротких рекламных объявлений со страниц журнала «Красная бурда». Импотенция не приговор. Клуб охотников и рыболовов заставит вас забыть об этой проблеме. Приводите к нам вашу жену. Вы девушка, и вам не нравится ваша фигура? Приходите к нам. Нам любая нравится. Войсковая часть 10-130. Печи, камины. Кладу 7-8 дней, потом берусь за работу. Предлагаем дома, бани из оцилиндрованного и о параллеле пижиного бревна. Ну из бруса, то есть. Кладу печи, камины. Печи на камины, камины на камины. Просто кладу на камины или в камины. Опытный адвокат готов выиграть для вас свое первое дело. Ну и последнее объявление. Нужен теплый пол? Приду и посижу, где скажете. Ну а самый хороший, конечно, подарок на юбилей человеку — это стихотворение. Все вы знаете, все вы не раз были на юбилеях. Мы подумали, что люди, в общем-то, начинают отмечать самых таких дат 30, там, круглых. 30, 40, а в принципе, ведь много юбилеев в жизни у человека. Например, стихотворение на первый год жизни человека. На первый его юбилей. В этот день уж как хотите, в годовщину славную. Дайте юбиляру Титю, левую или правую. Стихи на 17 лет. В 17 ты сутулишься под грузом прошлых лет. Да, в старости ничего такого прикольного-то нет. На 19-летний юбилей. В 18 ты не понимаешь, как с годами много ты теряешь. В 19 много ты поймешь, но уж в 18 не вернешь. Юбилей 23 года. Ты в свои 23 очень много успел, но вот только понять, что успел, не успел. На 25-летний юбилей стишок. Здоровья мы желаем пожелать старушке-балерине в 25. 46-летний юбилей. Тебе сегодня 46, и на груди седеет шерсть. Но в сердце, спрятанном в шерсти, не больше 26. На 60-летний юбилей стишок. Нам никогда не будет 60. А лишь 4 раза по 15, 6 раз по 10, 10 раз по 6, по 30 дважды, полтора по 40, по 5 двенадцать, по 12 пять. Но никогда не будет 60. 65-летний юбилей. Где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 65 лет в проезде безбилетном? На 70 лет, на 70-летний юбилей. И пусть не так крепка рука, не строишь замка из песка. Того песка, что в час любой ты оставляешь за собой. Ну и, наконец, на 100-летний юбилей. Как жаль, что немного дворовых друзей к тебе на 100-летний пришли юбилей. Ну и нашему дорогому другу Юре Гальцеву на 50 лет. Тебе сегодня, друг, исполнилось полста. И пусть болят с утра отдельные места. Пускай они болят и ноют и скрипят. Пускай они висят еще лет 50.